Добрый день! Добрый день! Все включено, все настроено. Меня просили трансляцию в Инстаграме сделать в более удобном положении, чтобы телефон был вертикально. И поэтому я сегодня делаю в этом положении. Приветствую всех, кто присоединяется. Уже несколько человек здесь. Наталья Ольховская. Давайте подождем всех. Это требует обычно пары минут для того, чтобы люди соединились. Также и у меня настройка сразу двух приборов компьютера, через которые я соединен с Фейсбуком и мобильного телефона, который соединяет меня с Инстаграмом. Привет всем! Привет, дорогие! Я вижу, уже есть и в Фейсбуке люди, и есть люди у меня и в Инстаграме на прямой эфир. Сегодняшний прямой эфир будет прямым продолжением предыдущего прямого эфира моего рассказа о российском трансперсонализме, активным подвижником, деятелем, участником, которого я имею честь быть на протяжении, как я говорил в прошлом эфире, вот уже 38 с лишним лет. 39-й год пошел, как я вошел в трансперсональное движение. И в предыдущем эфире я говорил о первом периоде, в основном подпольном периоде, связанном с работой московского трансперсонального подпольного круга людей «Контекст». Это первые советские российские трансперсонологи. Ну, в основном, основная группа была в Москве, но также мы были связаны и с людьми из Санкт-Петербурга, с людьми из Средней Азии, с людьми из Киева, с людьми из Сибири. То есть круг был достаточно широкий. И я остановился в прошлый раз на рассказе о том, как я лично, наконец-то, познакомился с Тасаниславом Грофом. Он приехал в Москву в третий раз вместе с Кристиной Гроф в 1989 году, в апрельские пасхальные дни. И Гроф сверва прочел лекцию в ней психиатрии. В зал, вмещающий 400 человек, набилось, наверное, пять сотен людей. Люди состояли. Гроф прочитал лекции о целительном потенциале неизмененных состояний сознания. Зал рукоплескал ему. А после вопросов выстроилась длинная очередь людей за автографами на самиздатовских изданиях двух книг Грофа, которые к тому времени были широко распространены в самиздате. Гроф был очень расстроган и вниманием, и тем, что его работы за неимением других возможностей печатаются в самиздате, на ксероксах широко расходятся, известны, трогают людей. А потом на следующие два дня в Всесоюзном центре психоиммунологии у профессора Белкина происходил первый исторический семинар в Советском Союзе по холотропному дыханию. Я был среди участников этого семинара. И как он, наверное, молодой, перспективно, любопытный получил приглашение Грофа обучаться на программе Гроф Транспорсал Тренинг. Это многолетняя программа по подготовке сертифицированных ведущих болотрубного дыхания. И самый смак состоял в том, что обучение для нас, первопроходцев, было бесплатным. Нужно было только найти деньги на поездку в Америку. Что, кстати, в те времена было тоже достаточно сложно. Билеты стоили, как сейчас, туда-обратно больше тысячи долларов. И доставать деньги такие было очень сложно. Нужно было их менять по официальному курсу. 0,65, по-моему, копейки один доллар стоил, выстаивать гигантские очереди. То есть все это было достаточно сложно. Но и доставать деньги на билет тоже было серьезным вызовом. Нужно было где-то работать около года для этого. Так что обучение заняло у меня около трех лет, но я закончил и стал одним из первых сертифицированных ведущих болотрубного дыхания. И тем человеком, который принес болотрубное дыхание в Советский Союз, первоначально я стал вести семинары еще до распада СССР, ну и затем в России, активно это продолжил. Но до этой встречи с Грофом была еще одна судьбоносная встреча, которая тоже серьезным образом повлияла на советский российский Нью-Эдж и становление транспарционального движения. После перестройки в Советский Союз стали наезжать в основном американцы по программе citizen diplomacy, народная дипломатия. Тогда было очень популярно это движение. То есть не на уровне официальных дипломатов, а вот человек с человеком начнет говорить, общаться, и мы поймем, кто мы такие, что мы не страшные. И в Россию достаточно много нью-эджевцев, но также и профессиональных гуманистических транспарциональных психологов стало приезжать в составе такого рода citizen diplomacy движения. И некоторые из этих людей попадали в орбиту Игоря Черковского, пионера водных родов. Я дружил с Игорем, я увлекался водными родами. Мой старший сын был рожден в воду. И с моей легкой руки идеи Грофа вошли также в тусовку Черковского. Они тоже стали своего рода теоретическим фундаментом духовного кушерства и водных родов. И в 1987, по-моему, году к Черковскому заехала большая делегация ребёферов, мастеров дыхательных психотехник из Америки и из Великобритании. Человек, наверное, с 40-50-х было очень много. И большая часть из них приехала на квартиру Черковского на улице Руставели. Игорь пригласил меня. Кстати, немножко раньше я встретился опять-таки на квартире Черковского с легендарным Джоном Лили. Он тоже интересовался водными родами и ролью дельфинов в этих родах, о которых так страстно рассказывал Черковский в своих лекциях. Так вот, в 1987 году приехали ребёферы и возглавляла делегацию сама Сондра Рей, одна из двух пионеров и основательниц движения ребёфер, которая написала вместе с Ленардом Ором первую книгу по ребёфингу «Rebofing into a New Age». «Ребёфинг в новом веке». И мы познакомились с Сондрой, и я предложил ей, давайте, говорю, Сондра, организуем сеанс по ребёфингу в Советском Союзе и пригласим на этот сеанс Игоря Черковского. Это очень возбудило Сондру Рей, что, видимо, идея, то, что она поможет Игорю Черковскому пройти через сеанс ребёфинга. Я позаботился о технической стороне, через своих друзей нашёл помещение на улице Дмитрия Ульянова, помещение клуба Института нефтегазовой промышленности. Приехало много людей туда, из орбиты Черковского, из других кругов, мы все друг друга знали, на первый исторический семинар по ребёфингу. Приехала Сондра Рей и, наверное, человек 25 ребёферов для того, чтобы помогать всем нам. Игорь Черковский обещал, но не приехал. Но, тем не менее, состоялся исторический первый сеанс ребёфинга, было очень интересно, мне тоже, я тоже участвовал, с большим для себя пользой. И вот одним из последствий этого сеанса было то, что один из переводчиков Игоря Черковского, Серёжа, который помогал как раз Игорю во встречах с иностранцами, тоже получил очень сильный опыт, загорелся. И так как он хорошо знал английский язык, он был аспирантом Московского физико-технического института, на физтехе язык преодолевался очень хорошо. Он получил приглашение от ребёфингов из Штатов постажироваться у них этому методу. Ну и уехал в Америку на полгода. Вернувшись, Серёжа, Серёжа Всехсвятский, наполненный этим опытом, стал его передавать на семинарах и организовал Международную ассоциацию свободного дыхания. У него также возникли свои идеи об авторском методе дыхания, который он назвал свободным дыханием, которое по его представлению объединяет все дыхательные подходы. Ну и он начал организовать конференции, международные конференции по свободному дыханию. Регулярные события, это были в то время, по-моему, первая конференция была или в 90-м году, или в 91-м, в то время это были крупнейшие конференции такого типа в Советском Союзе. И они привлекали, наверное, всех активных людей, которые интересовались эволюцией, изменением, ростом, трансформацией. Поэтому приезжали люди со всего Советского Союза. И я тоже приезжал на эти конференции регулярно, и знакомил народ и с методом холотропного дыхания, рассказывал свои идеи, доклады читал регулярно, издавались сборники. Также впервые на одной из этих конференций я познакомил народ с авторским методом дыхания с анестезией. И, по-моему, или в 92-м году, или в 93-м, наверное, в 92-м году я встретился с тогда уже легендой свободного дыхания Владимиром Козловым, психологом из Ярославского государственного университета. Я для Владимира Козлова тоже был легендарный человек, потому что он где-то, по-моему, в 90-м или в 89-м году он прочитал мою статью «Пневмосинтез. Путь к интеграции», где я обобщил все, что знал о дыхании, дыхательных практиках, холотропном дыхании, и свел в достаточно большой, развернутой статье, саннотированной библиографии. Эта статья поначалу предназначалась для сборника Федора Евдокимовича Василюка по современным методам психотерапии, но она широко разошлась в интернете и в самоздате. И один из списков попал к Владимиру Козлову, и очень сильно повлиял на него. Он интуитивно стал искать в дыхательных практиках, и поэтому его очень быстро, очень быстро как-то сориентировало и примагнитило к тогда основному направлению, координируемому всей дыхательной практике, Международной ассоциации свободного дыхания. Там мы и встретились. И с этого начинается наша большая дружба, соавторство. На следующий год мы сделали совместный семинар под Ярославлем и начали писать нашу первую совместную книгу. И, в общем-то, из этой дружбы Владимира Козлова, он тогда был, по-моему, тогда он еще не изучил докторскую диссертацию, он был молодой кандидат психологических наук, я был молодой кандидат философских наук. Володя потом очень быстро стал доктором психологических наук, профессором, академиком Международной академии психологических наук. И с его чудовищной энергией и страстью к научной деятельности он создал большую научную школу, наверное, это крупнейшая школа транспарсональной психологии, научная в России до сих пор. И под его руководством подготовлены несколько сотен кандидатов и докторов наук, как в Ярославском университете, так и в Международной ассоциации, и также в Международной академии психологических наук. Так что вот этот сеанс ребёфинга вызвал свою роду цепную реакцию. Моя роль была очень простой, роль искры здесь, потому что всё остальное сделали другие люди. Заготовили лес, выстроили костюр, высушили дрова, создали всю обстановку, принесли кастрюли для того, чтобы приготовить еду. Но искра тоже важная роль, конечно. Ну, не моя искра, так другая сработала, потому что, конечно, самое главное – это обстоятельства, самое главное – это ситуация. Но тоже в каком-то смысле вот такой простой роль мне было суждено здесь сыграть и в самом начале, и впоследствии. Ну и из нашей дружбы с Володей Козлов, наша дружба и сотрудничество стало одним из фундаментов для дальнейшего формирования ассоциаций транспарсональной психологии и психотерапии. Среди других ключевых людей в этой ассоциации, вообще в таком российском транспарсональном движении, в то время, наверное, одной из главных ролей играли Евгений Файдыш, тоже, кстати, выпускник физтеха, кандидат биологических наук, человек, который очень сильно интересовался в те времена, это конец, это, вернее, середина 80-х годов, начало середины 80-х годов, он очень сильно интересовался биоэнергетикой, парапсихологией, и, собственно говоря, мы познакомились, по-моему, где-то вот в это время с ним, и меня поразил его как бы техническая осведомленность в тонких энергиях, он тогда вовсю конструировал приборы, программы технические, и в дальнейшем это у нее по нарастающей стало происходить. Ну и другим человеком стал Андрей Андреевич Гостев из Института психологии, он тогда был кандидатом психологических наук, который интересовался структурой воображения, образа, фантазии, был преподавателем на курсах по телевидению при Останкино, ну и также был отдаленным членом нашего московского подпольного психологического кружка. Он не ходил туда регулярно, но иногда присутствовал, он больше дружил с Александром Ивановичем Никлесса. Но где-то в начале 90-х годов Андрей Гостев, Евгений Файдыш и я стали достаточно интенсивно встречаться, обсуждать транспорциональные вопросы. В 90-м году в Институте СЛН я познакомился с Арнольдом Минделлом, пригласил его в Россию с Арнольдом и Эмми Минделл. И в 91-м году они в первый раз приехали с семинаром в Советский Союз, а уже в 92-м году Андрей Гостев сорганизовал большое процессуальное событие с Минделлами и с Международным процессуальным сообществом. Это была мировая работа, пока единственная мировая работа в Советском Союзе. Ну, Советский Союз тогда разваливался, было много конфликтов, и вот именно этой была посвящена мировая работа. Она происходила в районе Новогиреево, Выхино, там какой-то институт. Сейчас я не помню, какой институт, но вот у него отдельное здание, большая территория, и именно там происходила мировая работа с Минделлами. Так что Андрей Гостев стал достаточно тесно сотрудничать с Минделлами, посещать их семинары, ездить. И вот они также, Гостев и Файдыш, стали одними из основных. Четвертым человеком, кроме Козлова, Файдыша, Гостева, стал Бронислав Финогродский, с которым мы тоже дружили. Я сейчас точно не помню, когда и как мы познакомились, но где-то тоже в это время. Бронислав вовсю уже тогда успешно переводил с китайского. Не было еще клуба чайной культуры и чайного дела, но Китай через него уже открыл свои двери в Россию. Ну и следующим очень значимым человеком для формирования трансперсональной ассоциации был Владимир Козлов, который, извините, Владимир Баскаков, который уже в то время, конец 80-х, начало 90-х годов занимался телесно-ориентированной терапией. Он был лидером в Советском Союзе этого направления и всячески поддерживал пространство психологической, психотерапевтической работы и общения. То есть вот его место было одним из центров, и в интернете он очень активно поддерживал все это движение. Так что вот из этого начало все и, собственно говоря, рождаться. И вот мы, Баскаков, Володя Бронислав Финогродский, Андрюша Гостев, Евгений Файдыш, и я, вот эти пять человек, организовали фонд трансперсональной психологии, такой исторически первая официальная трансперсональная организация. И мы в то время не знали пока еще, что делать с этим фондом, мы не общались с зарубежными партнерами практически. Ну, я общался, я закончил программу ГРОФ Трансперсон Тренинг, познакомился с несколькими активистами, несколькими лидерами мирового трансперсонального движения. Кроме ГРОФ было еще несколько человек. Фритя Фкафра, например, который по моему приглашению приезжал в Советский Союз, читал лекции в Институте философии. И ряд других людей. Я лично знал Теренса Маккену, с которым познакомился в 92-м году и так далее. Но такой тесной связи между советским и международным трансперсональным движением в то время не было. Мы создали центр трансперсональный фонд «Трансперсональная психология». Жизнь продолжалась. Главным событием, как я сказал, были ежегодные конференции Международной ассоциации свободного дыхания. И, собственно говоря, вот из этих ассоциаций были, конференции этой ассоциации были основными площадками, через которые проявился, например, мастер танцевально-двигательной терапии Александр Гершон. Я с ним, с Сашей Гершоном, впервые познакомился там. Сережа Всексвятский, конечно же. Галя Шибаева, которая сейчас лидер ребёфинга в России. Она тоже была одним из лидеров этой ассоциации. И я с ней познакомился там. Но во мне продолжал бурлить уже другой котёл. Я начал уже с 94-го года издательскую деятельность. Опубликовал несколько книг Грофа. По-моему, в том же году я начал публиковать и других авторов. Книгу Теренса Маккена, другие книги. И со всех сторон я слышал просьбы от своих учеников, которые изучали со мной эволотропное дыхание, о будущей ассоциации трансперсональной психологии. И, наконец, я сказал, что в 96-м году я сделаю эту конференцию. Первую российскую трансперсональную конференцию. И даже придумал название для неё. «Между любовью и смертью маятник человеческого бытия». Время шло, до подготовки конференции оставалось не так-то много времени, но в моей голове было пусто. И эту историю, как происходила подготовка и что происходило со мной, вы можете послушать на сайте трансперсонального проекта мой рассказ, который называется «Жизнь, как в ней разобраться», где я рассказываю как раз о том кризисе средних лет, через который я проходил, который совпал с этой конференцией. У меня было пусто. И, наконец, только летом 1996 года в Крыму я прозрел, меня настигло озарение, каким должна быть конференция. Я чётко увидел структуру этой конференции, людей, которые должны там присутствовать. И, наконец, эта конференция состоялась. По-моему, она выложена также на сайте. Сейчас я открою, чтобы вспомнить для себя. Да, вот эта конференция. 5-го, 11-го октября в Тарасовке она происходила. Это место, где обычно происходили конференции по свободному дыханию. Кто там был? Анатолий Орлашин. Это мастер четвёртого пути и осознанных сновидений. Член нашего подпольного трансперсонального круга людей. Владимир Баскаков. Уже Володя тогда уже презентовал тонатологию. Специальный метод телесно-ориентированный психотерапии. Ларисы Веленского. Мастер рейки и мастер огнехождения. На этой конференции состоялся первый в России сеанс огнехождения. Бронислав Финогровский. Сергей Всехсвятский. Михаил Жуков со своими музыкантами. Потрясающая импровизация у нас была. С Мишей импровизация «Карнавал карнавалов». Володя Козлов. Валентин Куклев. Также член нашего подпольного трансперсонального круга людей. Я там участвовал. Юлия Паснова. Духовная кушерка. И Юлия впоследствии основала Центр духовного кушерства. Евгений Файдыш. Дмитрий Фокин. Это муж Юлии Пасновой и мастер-солист ансамбля Дмитрия Покровского. И Владимир Никурин. Мастер телесно-ориентированной терапии. Старовер, целитель. Вот так же были, я помню, Аркадий Ровнер, четвертопутчик, мистический писатель и так далее. И кто-то еще. То есть очень интересная была конференция. Так, сейчас я посмотрю. Сергей Терешкин был. Затем, кто еще, Айша, Сергей Юлия Паснова-Виногродский, Людмила Киселева. Вот такая вот пятидневная конференция. Свыше 20 человек участвовало. И, в общем-то, это была исторически первая трансперсональная конференция, ну, своего рода, проба сил. В 1997 году я продолжил этот опыт. Ассоциации еще не было, но я объявил, что я буду проводить ежедневные трансперсональные конференции. И по модели конференции в Америке и международных трансперсональных конференций, эти конференции были пятидневными. И два дня был семинар по холотропному дыханию, который очень хорошо, предконференционный семинар очень хорошо разогревал людей. Но, опять-таки, на этой конференции были Аркадий, Арлашин. Называлась конференция «Многообразие трансперсонального опыта психотехнологии, трансценденции и экстаза» 18-23 ноября. Анатолий Арлашин, Владимир Баскаков, Пронеслав Финогродский, Сергей Всехсвятский, Александр Гершон к нам присоединился. Опять Михаил Жуков, опять Владимир Козлов, Николай Кудряшов, мастер целостного движения из Санкт-Петербурга. Ирина Курис к нам, наконец-то, присоединилась. Мы с ней познакомились через Евгения Файдыша из Санкт-Петербурга, мастер биоэнергетической плащи, которая стала потом лидером и сооснователем Российской ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. Яков Маршак выступал на этой конференции. Аркадий Ровгин, Ровнер, Евгений Файдыш. Очень хорошая представительная команда и люди, которые также стали впоследствии лидерами и основателями российского трансперсонального движения. Дальше, 98-й год. Пока я еще один все организовывал. Трансперсональные традиции в российской культуре. То есть это исторически третья трансперсональная конференция. Значит, выступали Владимира Жажа, Елена Антонова. Елена Антонова – жена Виталия Михейкина из московского трансперсонального круга людей «Контекст». Анна Альчук, Лев Белогородский, Марина Белокурова, которая стала тоже одной из основательниц ассоциации. Сергей Всехсвятский, Александр Гершон. Жанна Дрогалина, вдова, вдова выскочила из головы, извините, один из пионеров советского российского трансперсонального движения, вспомнить попозже. Герман Карельский впервые к нам присоединился здесь в конференции. До этого Герман участвовал в моем семинаре по дыханию. И сейчас он влился, в 98-м году стал выступать, а впоследствии активно практически в каждой конференции был в оргкомитете. Сергей Ключников в этой конференции тоже к нам участвовал. Леонид Кроль, Валентин Куклев опять-таки, Юрий Мавлеев, Алик Мирзоян, Владимир Монтлевич, Владимир Никулина, Весолом Подводный, Галина Шибаева, Евгений Файдыш. То есть очень представительный состав людей, очень активная конференция. И, наконец, 99-й год, это четвертая ежегодная конференция, которую я проводил один – «Безумие творчества, транспарсональный подход». Пока еще Майков проводил эти конференции один. Ассоциации пока еще не было. Значит, участвовали Анатолий Арлашин, Михаил Жуков опять-таки, Алексей Саргунос, Евгений Файдыш, Винсенте Буэтьерес, инструктор по дыхателям и трансовым техникам, Марина Белокурова, Геннадий Широков, Юрий Рыжов, Юрий Шацков, Игорь Черковский участвовал, Герман Карельский. То есть вот такие конференции начались. И, наконец, 2000-й год, значит, подождите, сейчас, одну секундочку. Да, я еще, извините, 2000-й год, я пока еще один, еще пятая ежегодная конференция «Мандала жизни. Преодоление препятствий для духовного роста и личностной реализации». Значит, это тоже конференция, пятая конференция, я провожу еще пока один. Ассоциации пока еще нет официальной. То есть конференция «Пятая ежегодная». И, наконец, в 2002 году произошла учредительная конференция Российской ассоциации, которая была шестой конференцией по смыслу. Да, по-моему, тут… Сейчас, одну секундочку, я проверю. Так, 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 да. Шестой конференции. Мы, наконец, дозрели до этого. То есть я сделал пять конференций, один, два, три, четыре, извините, шесть раз, два, три, четыре, пять. Шесть конференций я сделал один каждый год. И, наконец-то, проявились лидеры, проявилось желание. Мы обговорили неформально конференции и сделали учредительную конференцию Российской ассоциации транспарсональной психологии и психотерапии «Москва» 24-26 мая 2002 года. Так, что выступали Владимир Козлов, Владимир Майков, Владимир Баскаков, Александр Гершон, Михаил Щербаков, Герман Карельский, Игорь Незавибатько, Андрей Лапин, Лев Тетерников, Анатолий Орлашин, Алексей Иванчев, Михаил Папуш, Юрий Пичугин, Эрнст Светков, Алла Крылова, Александр Свияш и многие другие. Так, что произошла учредительная конференция, и мы стали расти и двигаться уже как ассоциация, начиная со следующих годов. 2002 год учредительной конференции, 2003 год. В Ярославле мы провели конференцию «Интегративная психология, теория и практика». Это вторая ежегодная конференция Российской ассоциации транспарсональной психологии и психотерапии. И кроме лидеров транспарсонального движения выступало много лидеров из Международной ассоциации свободного дыхания. Ну и затем были следующие конференции. Третья конференция в Москве, опять-таки, российский транспарсональный проект «Итоги и перспективы». И, наконец, в 2005 году состоялось эпохальное событие. Это седьмая конференция «Евротаз» в Москве, которая была объединена с ежегодной конференцией российской. «Человек и ценности в взаимосвязанном мире, транспарсональный подход». Вот большинство остальных конференций, начиная с конференции «Евротаз», вы можете найти на сайте. Мы стали их уже снимать. И если самые первые конференции снимались, ну, нерегулярно, только отдельные архивы. Но, кстати, архив первой конференции есть, самые первые 96-го года. И он выложен в интернет, вы можете их посмотреть, некоторые события с этой конференции. Дальше более или менее регулярно. И, начиная с конференции «Евротаз», мы регулярно снимаем и выкладываем. Вот примерно каковы такие формальные истории российского транспарсонального движения. И моя роль как координатор этого движения. Я, в общем, участвую активно во всех конференциях. В основном это «Ядро», «Президиум Ассоциации». Ну, очень часто наиболее активно это Герман Карельский, я и Владимир Козлов участвуют в формировании программы «Ассоциации». Кстати, следующая конференция будет достаточно скоро, в начале октября. Сейчас я вам скажу точно даты, когда в начале октября это будет. Так, на минуточку. Май, это будет 5-6 октября конференция, очередная Российская Ассоциация транспарсональной психологии, она будет посвящена эволюционным практикам. Так что я вас всех приглашаю на эту конференцию. Вот вкратце, какова траектория российского транспарсонализма. Это, конечно, мой личный взгляд. Если вы попросите рассказать Владимира Козлова о его личном восприятии истории, это будет другая история. Или, например, Бронислава Виногродского, или Андрея Гостева, Евгения Файдыша. У них у всех свой взгляд, свой опыт. Это нормально. Или любого другого лидера нашей ассоциации. Я рассказал свою историю, связанную с той ролью, которой играю я, организатора, координатора этого движения, а также человека, который в большей степени занимается международными связями. Я наиболее активно выступаю на международных конференциях и связан с Европейской транспарсональной ассоциацией. С 1996 года я езжу на все практически заседания, мероприятия и конференции Европейской транспарсональной ассоциации. Во время следующих эфиров я расскажу вам уже точечно о своих знакомствах с лидерами мирового транспарсонального движения. Ну, конечно, я начну с Станислава Грофа и Станислава и Кристины Гроф, Арнольда Эми Минделл и Кена Вилбера. И дам свой личный анализ их творчества, выраженного в их книгах. Что самое главное они открыли и почему это важно для каждого из нас, для нашей жизни, а также для мирового духовно ориентированного транспарсонального движения. Спасибо вам за ваше внимание. Всего доброго. Хорошего вечера вам всем.